Здравствуйте, мое имя Татьяна, работаю я чиновником местного самоуправления, работаю с инвалидами, с людьми, которые имеют особые потребности, как физического, так и духовного плана. И, как правило, в своей практике я часто встречаюсь с теми моментами, когда ущемляются права людей с особыми потребностями. Придя на это обучение, я имела определенные цели узнать побольше о механизмах европейской защиты прав человека для того, чтобы в своей работе, в каждодневной работе использовать в качестве консультирования людей с особыми потребностями, о их возможностях получения правовой помощи в тех или иных аспектах. То, что дает это обучение нам в нашем регионе, я считаю, что это очень хороший шаг. И я надеюсь, что такие обучения будут продолжены дальнейшим и вызовут дальнейшим интерес норвитян, как, может быть, простых обывателей, так, может быть, и людей, которые работают в государственных, а не в муниципальных сферах. И я считаю, что такие колитусы надо только продолжать и давать людям возможность узнать информацию, как реализовать свои права защиты на европейском уровне. Большое спасибо за организацию. Было очень приятно принять обучение в этом семинаре, тем более получить опыт общения непосредственно с теми людьми, которые занимаются в Центре прав по защите людей. О том, каким образом можно человеку помочь в той или иной ситуации, защищая его права и вплоть до национального признака. Хочется, чтобы такие семинары были и периодичными, и, может быть, давали бы возможность через участников расширять, ну, как бы, зону людей, которые получают эту информацию от тех, кто ее получил из первоисточников. Может быть, если есть возможность, каких-то изданий инфобуклетов или каких-то, либо, может быть, визиток, где я могла бы, например, как социальный работник людям предлагать напрямую обращаться в Центр по защите прав клиентов о своих возможностях. Спасибо вам большое еще раз. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Грушевский. Я родом из Нарвы. Данный курс я выбрал специально для того, чтобы больше понять тех моментов, которые, возможно, нарушаются в нашей повседневной жизни и в какие организации, если такие моменты наступают, в какие организации следует обращаться для того, чтобы понять, как отставить свои или интересы других жителей. Данный проект является очень интересным для меня, потому что первая часть лекции подобного рода уже была у меня в курсе, когда я заканчивал летнюю школу МГИМО в Москве. И некоторые аспекты по правам человека мы уже затрагивали на тех курсах. Но они были настолько базовые, что, в принципе, этот курс намного расширеннее и больше показывает спектр всех этих возможностей, в какие организации можно обращаться, какие работают и как они взаимодействуют между собой. В принципе, что здесь интересно, что неинтересно, здесь нельзя поставить. Весь полностью курс очень интересный, насыщенный, и поэтому даже если какие-то моменты не откладываются сразу же, то есть вспомогательный материал, которому вполне можно потом вернуться и уже дома на конкретных примерах вспомнить, что-то проанализировать. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Чаусова, я юрист. Я занимаюсь юридической практикой уже достаточно много лет. На эти курсы, на этот тренинг я попала, сразу скажу честно, не так целенаправленно. Мне подсказали, что будет такой тренинг, и я сразу подхватила эту мысль, поскольку проблема, права человека, она всегда была для меня достаточно важной, и в моей юридической практике не единожды ко мне обращались с такой проблемой, и, к сожалению, я не могла помочь, поскольку много текущей работы, и я отказывала. Но тема эта продолжала меня волновать. И вот эти три дня, точнее, два дня, сегодня третий день, они настолько интересны, чрезвычайно интересны для меня. Материал подается настолько понятно, что я приезжаю, вот после десяти часов практически занятий, я приезжаю, продолжаю думать, прорабатывать все вопросы. Вот благодаря этим занятиям, благодаря грамотно поданному материалу, основополагающая, основа, точнее, этой темы, этой проблемы, она стала для меня ясна. Мне теперь понятно, в каком направлении надо двигаться, чтобы достичь какой-то конкретной цели. Вспомогательные материалы, я о них, о многих только слышала, теперь я их увидела, частично ознакомилась. И, по крайней мере, мне, как юристу, не стыдно сказать, что то, чего я не знала до этого, для меня сейчас понятно. Я знаю, куда обратиться, точнее, к какому материалу обратиться, чтобы помочь в конкретной проблеме. И я очень благодарна за эти курсы, надеюсь еще и еще работать в этом направлении. Спасибо. Меня зовут Самуил Голомб, я свободный журналист, издатель нескольких газет и известный шоумен в Эстонии. Я ожидал от этого тренинга или курса повышения квалификации разговора о положении русского населения в Эстонии. Оказалось, тема намного шире и намного глубже. И это было для меня новизной, потому что я получил знания и материалы, связанные с рассмотрением темы прав человека на уровне Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, но и также на уровне эстонских законов. Для меня было интересно не только лекции, я сам активный сторонник активных методов обучения, поэтому наши круглые столы или наши тренинги обучения конкретных ситуаций, обсуждения конкретных ситуаций было очень интересно. Ценность таких курсов еще в свободном общении, когда мы вне лекции, вне занятий можем пообщаться, рассказать друг другу какие-то жизненные ситуации, поделиться мнением, это тоже очень ценно. В дальнейшем мне бы хотелось использовать полученные знания в моей повседневной работе. Я бы хотел оказывать консультации, посильные в соответствии моих знаний, в тех регионах, где я выпускаю русские газеты. Это регион ТАПА, регион Кивили. Меня зовут Татьяна Ветер. По образованию я юрист с квалификацией магистром. Работаю я председателем квартирного товарищества и являюсь председателем союза квартирных товарищества в городе Силаново. Мне очень была интересна заявленная тема тренинга «Права человека». Как можно больше узнать, это вообще очень интересно. Интересно также соприкасается с моей деятельностью и очень интересно. И для дальнейшей деятельности в перспективе я была бы очень рада, если бы могла заниматься углубленными познаниями и оказывать помощь именно в этой сфере. Добрый день. Меня зовут Сергей Львов. Я депутат Нарско-Горецкого собрания. Представляю список фракций, созданных политических партий. Хочу сказать о курсах, проводимых сейчас. Они долгожданные, они нужны. И учитывая, что сегодня прошло у нас больше половины занятий, конечно, они оправдали наши в полной мере надежды. В чем это выражается? Это выражается в том объеме достаточно полных и объективных документов с хорошим преподаванием, которое мы получили за это время. И, надеемся, еще получим до конца в том уровне дискуссии и документов, которые были нам представлены, очень четко и очень объемно. Мы хотели бы, конечно, в перспективе в Нарве продолжить контакты по тематике права с уважаемым центром прав человека Эстонии, либо с параллельными структурами, связанными именно с обучением правовой деятельности. Потому что, на мой взгляд, я в этом уверен, правовая культура не только и до Юрово-Монаровой, но и других регионов оставляет желать лучшего. И в этой области достаточно много с чем нужно работать и какую информацию давать людям. Она крайне важна. В том числе, конечно, и права человека. Меня зовут Елена Берд. Я являюсь представителем страховой кассы по безработице. На тренинг я пришла с мыслью получить просто информацию по правам человека. Но ожидания мои оправдались и оказались даже больше того, что я ожидала, потому что я получила не только информацию по правам человека, также очень много встретила интересных людей, с которыми, надеюсь, мы завяжем в дальнейшем знакомство. И получила больше информации, чем ожидала, и больше практических знаний, чем вообще хотела получить изначально. Очень хотелось бы участвовать в усиленном тренинге, потому что, я думаю, это полезно для каждого. Это базовый, не только базовый тренинг, но и усиленный, потому что мы каждый день сталкиваемся с людьми. И зачастую просто какая-то необходимая информация, которую мы могли бы дать этим людям, могла бы оказать им очень много помощи в решении их каких-то повседневных проблем. Меня зовут Евгений, я являюсь волонтером МТЮ «Эврика». Организация «Эврика» занимается основной снижением роста наркомании, влечепозитивных людей. Также помогают в проведении акций, раздать брошюры, превратить и так далее. Данный тренинг, ну, мое мнение, мне он будет полезен, потому что приходится общаться с химически зависимыми людьми, у которых, ну, я думаю, большинство проблем с законом, и знания о правах в человеке, ну, как-то могут помочь им, ну, помочь, ну, будут уже знать, куда идти и что делать, и так далее. Больше всего понравилось. Мне нравятся вот групповые такие вот занятия, вот, как на разделение команды, и какой-то вот, не знаю, как сказать, ну, групповая вот команда, и вообще все новое, интересно, и историческая вот часть нравилась. Ну, как, откуда вот все произошло, вот так вот. Добрый день, меня зовут Виктория Алик, я занимаюсь юридической практикой, у меня небольшая юридическая фирма. Я подала заявку на участие в данном тренинге по тому основанию, что ко мне обращаются люди, которые, в принципе, считают, что их права каким-то образом нарушаются, и просят предоставить им защиту. Не всегда получается мне полностью дать разъяснение по их вопросам, поэтому, в принципе, я и хотела получить информацию, куда можно, ну, как бы перенаправить людей, получить более квалифицированную информацию или более квалифицированную помощь. Значит, что касается самого тренинга, мне очень понравилось. Удивительно, что достаточно длинный период времени, но он не ощущается, я имею в виду времени занятия, он вообще не ощущается, все проходит как бы на одном дыхании. Конечно, это благодаря лекторам, организаторам, что тоже немаловажно. Нет желания, как бывает, очень часто сбежать после очередного перерыва. Знания, любые знания, полученные и что-то новое, можно применить, не бывает это лишним. Значит, полученные знания, конечно, буду применять на практике. Возможно, необходимо будет более точно и более тесно начать общаться с организаторами данного тренинга, лекторами. Ну, всему есть свое развитие, и будем надеяться, что работа будет более... Заново, поехали. Меня зовут Игорь Торопов, я занимаюсь веб-разработкой, и в планах у меня заняться проектом, на котором нужно будет знание прав человека. Идя на эти курсы, я хотел получить знания, также познакомиться с новыми людьми, связать деловые отношения. На этом курсе мне понравилось, что много информации, также много практических работ, которые мы выполняем как индивидуально, так и вместе. На два вопроса ответил. Меня зовут Наталья Сепинин, я являюсь представителем эстонской кассы страхования безработицы, конкретно занимаюсь планированием карьеры. На тренинг я попала по объявлению, меня очень заинтересовало содержание, потому что по правам человека, это первый тренинг, который я вообще видела, то, что можно участвовать, участие в тренинге бесплатно. На самом деле, первая мысль была, что как человек, который обязан просто знать свои права, и в случае их нарушения куда обратиться, для меня я считаю, что очень полезные знания, но это были ожидания, на самом деле, которые были превзойдены. Материалы прекрасные и конвенции, которые я никогда в жизни в глаза не видела. Больше всего поразил, конечно, профессионализм тренеров, лекторов, с которыми хотелось бы, в общем-то, и дальше продолжать знакомство, в том плане, что если потребуется совет, можно было бы его получить. И также довольно-таки интересная группа, которые тоже проявляют интерес к этому тренингу, и даже было предложение, чтобы дальше продолжить это знакомство, и были уже оставлены соответствующие эмайлы, по которым мы можем общаться. Полученные знания, конечно же, я буду применять, потому что дело имеем с людьми с социальными проблемами, и можно будет в этом плане помогать, хотя бы куда обратиться, и с какой конкретно проблемой. И, конечно же, хотелось бы получать больше знаний и дальнейшее участие в тренингах подобного рода. Меня зовут Алла Буткевич. Я являюсь председателем правления Нарского профсоюза работников просвещения. И в то же самое время работаю учителем английского языка в Солдинской гимназии. Вообще, возможность побывать на таком тренинге для меня просто исключительно удовольствие, потому что, во-первых, такие глобальные вещи, которых как бы не подозревал, что ты будешь их здесь слышать, и которые действительно помогут нам в нашей работе, я имею в виду, что по защите прав и интересов наших учителей, работников образования. Это первое. Второе. Естественно, вот увидеть реальные вещи, я имею в виду, что вот эти дела, которые мы в группах прорабатывали, это, конечно, вообще такая интересная вещь, потому что ты на деле получаешь такие моменты, как юридические, потому что, конечно, я не юрист, но во всяком случае какие-то вот маленькие, может быть, росточки вот этого, что ты начинаешь понимать, что действительно это юридическая вещь, помощь и так далее. То есть я надеюсь, что если будет следующий тренинг, то обязательно побывать, потому что развивать вот эти вот знания в области защиты прав, это, конечно, вещь очень интересная и полезная, к тому взгляд. Спасибо. Меня зовут Тамара Лойкость, Я депутат городского собрания города Нарвы и по роду деятельности именно депутатской и по политической деятельности моей ко мне очень много обращаются люди разными вопросами и в том числе и по правам человека и учащись в институте, мы проходили международное право, но больше мы проходили в том, что как решаются вопросы между юридическими лицами. И не особо мы проходили курсы по правам человека, и поэтому, когда я узнала об этом тренинге, то, конечно, хоть с опозданием, но все-таки я благодарна организаторам, что они нашли возможность меня включить в эту программу, и тут я, конечно, получила дополнения мои уже имеющиеся знания, еще дополнительные знания. Но больше всего мне понравилось то, что не только то, что лекторы очень интересно и хорошо преподавали нам материал, но то, что есть возможность живьем, то есть решать практически, находить решение, но заданным нам. И, как я понимаю, что эти вопросы были именно из жизни взяты, мы могли вот это, получили вот практику. И, конечно, что я еще хочу сказать, что я очень надеюсь, что это не будет последней, что все-таки организаторы найдут еще возможность еще проводить вот такие проекты и такие тренинги, потому что действительно, так как в Эстонии очень большое количество все-таки людей, которые имеют не гражданство европейское, то есть эстонское гражданство, и есть языковой барьера, что не все понимают на эстонском языке законы, то именно вот это русскоязычное вот такое учеба, тренинги, и именно специалистам, которые могут и помогать, и свои знания уже давать дальше, но это действительно прекрасно. Еще ждем. Здравствуйте, меня зовут Полина Меркулова. Работаю с безработной в эстонской кассе по безработице уже довольно-таки долгое время. И, прочитав объявление, очень меня заинтересовало именно права человека, потому что иногда приходят люди, и не знаешь, чем им помочь. Здесь получила очень большую информацию, структурирование вот это по законодательствам, по тому, как и где можно искать информацию. Очень много информации в интернет-сайтах, да, теперь уже можно будет поподробнее посидеть, позаниматься. Великолепная организация курса тренинга, очень много хороших практических занятий. Это делает более доступным этот тренинг и более манятным, потому что я с юридической точки зрения не очень хорошо подкована была. Очень хотелось бы дальше пройти на дальнейшем такие тренинги, которые будут, так как это пилотный проект, и в дальнейшем оно очень будет полезно в моей работе и для меня лично, и даже могу там о каком советовать, например, какие-то... Потому что сидишь, слушаешь на этом тренинге, понимаешь, что какие-то вот знакомые там, а вот это так мог бы поступить, а это так мог бы поступить. То есть уже на практике для себя какие-то выводы делаешь. Спасибо большое. Зовут меня Татьяна Федорова. Я занимаюсь профсоюзной работой, являюсь заместителем представителя профсоюзной организации, работником образования. Данный тренинг произвел на меня исключительно положительное впечатление. Мне все очень понравилось. Особо хочу отметить то, что здесь даются примеры из реальной жизни. Мы включаемся в работу и обсуждаем ситуации, которые происходят действительно с настоящими людьми. Думаю, что то, что я здесь узнала и то, что я здесь получила, я обязательно применю в той работе, которую мы делаем. А делаем мы большую работу именно защищая интересы наших работников, которые обращаются к нам с разными проблемами. И на этом тренинге я сама даже не ожидала, что открываются такие огромные возможности для защиты чести и достоинства человека. Поэтому все, что мы здесь получили, мы обязательно это расскажем своим коллегам. И если, мое пожелание такое, если будут в дальнейшем такие возможности проведения тренингов в Нарве или в Эдавирумах, то я бы с удовольствием посетила очередную. Продолжение следует...